Служить может только сильный человек, слабый не может служить. Маленький ребенок сначала сосет грудь, он не служит. А потом он становится уже взрослее, когда он может что-то сделать. Человек точно так же, мы все живем в зависимости. Поэтому большинство людей, они хотят счастья друг от друга, они не хотят служить. Они думают только, что они хотят служить. На самом деле они хотят наслаждаться близким человеком. Из-за этого все проблемы, скандалы от этого идут. Что я и хочу наслаждаться, а он меня не наслаждает. Человек развивается, наступает момент, когда у него появляется сила внутри отдавать что-то. Естественно, если у человека есть сила, он будет отдавать. Это естественно. Ну, касается всего всего, у меня хорошая работа. Никто вообще не ждал, что такая будет. Семья, ну, моя семья сейчас, я и на родителей. Все хорошо. Это семья тоже, это нормально. Ну, касается личной жизни, пока я таких... Ну, что было несколько лет назад, все на таком же уровне. У меня были универсальные отношения на протяжении долгого времени сожительства. Вот. Это от мышления зависит. Если вы, как бы, считаете, что вы слабый человек и не можете найти себе мужа, тогда сожительство. Это мышление. Да, да. Если вы сильный человек, то вы разрушаете это сожительство. Вы, ну, женщина достойна отношений серьезных, в которых есть обязательства. А пиратские отношения, это не для женщины. Женщина, которая развивается, она приходит к тому, что ей не нужны пиратские отношения с мужчиной. Он же использует ваше тело просто. Он не хочет вам давать детей, защиту, прибежище, семью. Он просто использует ваше тело, этот человек. Но вот сейчас эти люди только попадаются. А? Сейчас эти люди только такие попадаются. Это все зависит от вас. Да, я понимаю. Вот какая вы... Слабая сердца. Слабая, да. То есть какая вы, такие люди попадаются. Как только вы стали сильнее, люди сильнее попадаются. Все зависит от вас. Может быть, сейчас не надо просто личную жизнь строить. Ну, да, я понимаю. Просто скрепите зубами, отказывайтесь от отношений. И развивается. Чем больше женщина одна, правильно одна. То есть одна не без мужчин, а с Богом. То есть одиночество – это признак неразвитости просто. Если человек развит, он не будет один. Будет с подружки, родители вокруг, Бог, Господь. Один человек не будет развитый. Но поймите, что женщина выходит замуж только потому, что она сильная. Как женщина сильная? Если она слабая, то она будет другие варианты какие-то. Там мать-одноночка, там или там брак вот этот вот гостевой, там или сожительство. Все это означает слабость просто и все. Станьте сильны. У вас уже есть сила служить. Вы стали оптимистичны. Вы почувствовали, что есть победа в жизни. Вы почувствовали, что есть Бог, есть вера. Двигайтесь дальше. Вы увидите счастье в своей судьбе. Без всякого сомнения. В своей личной жизни все это вы увидите. Это все предстоит вам увидеть в жизни. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Продолжение следует...